Комфорт, качество. Магазин «Мебель для вас» представляет новинки фабрика «Леко», «Термит» и «Веста». Их отличительные особенности – креативный дизайн, оригинальные конструктивные решения, а главное – привлекательные цены. Ждем вас ежедневно по адресам улицы Московская, 137А и Маяковского, 39. «Мебель для вас» – добро пожаловать за новой мебелью. Здравствуйте! В прямом эфире Азов.Инфо в студии Наталья Пославская. Сегодня в программе. В товариществе Менчуринец-3 отключили воду. Начался ли отопительный сезон в вашем доме? Впоследствии стихии в хуторе Донском. В товариществе Менчуринец-3 сегодня отключили водоснабжение. В течение всего дня в нашу редакцию поступают звонки от стревоженных садоводов. Материал об этой новой проблеме Менчуринца-3 готовится к эфиру. Смотрите сюжет завтра в 18.30 в выпуске программы Азов.Инфо. Отопительный сезон в городе Азове стартовал 4 дня назад. В нашу редакцию продолжают поступать звонки азовчан о том, что во многих домах нет тепла. Сегодня наши корреспонденты встретились с жителями Ленинградская, 62. Жители дома номер 62 по улице Ленинградской возмущены тем, что во всех квартирах холодные батареи отопления. Для первого, второго, третьего и четвертого подъездов отопительный сезон еще не начался. В остальные подъезды тепло частично поступило на некоторое время, но затем исчезло совсем. Чтобы спастись от зябкого холода, люди включают отопительные электроприборы и газовые печи. Когда котельная работает, значит, объяснение было такое. Малый насос, малое давление. В прошлом году мы искали до самой весны причину. Почему первые? Просто слабая отопление? Ну да, одна комната вообще холодная, другая кое-как, третья может быть горячая. Дело в том, что вот у меня бабушка, ветеран Великой Отечественной войны. Я тоже как бы в прошлом году очень боролась за отопление. У нас было холодно, так как она вообще неподвижная, лежит в одном состоянии. Я звонила и ведяшкой в 05, и в приемную, и в администрацию, и Путину писала, как бы везде. Но ответа никакого нет. Понимаете, мы дышим газом. Сейчас мы отапливаем все это, сплит у нас отапливается, и газ. И сейчас, когда будет минус, мы будем включать колориферы, что-нибудь, да. У нас цветет. Горячая вода периодически, когда котельная включается, идет. Когда котельная не работает, нет и горячей воды. И еще желательно бы, чтобы не ждали наши отцы-руководители, пока наступит холод. И когда мы уже будем в шубейках ходить и ждать отопления. А чтобы думали о народе. Тепло ли в вашем доме? Такой опрос сегодня провели наши корреспонденты на городских улицах. И вот какие были мнения. Скажите, у вас есть проблемы с подачей тепла? Вообще-то, да. Ну, вчера уже хорошо это как затопили. Я нахожусь у вас в Ростовской области, в городе Азове. Ужасно холодно в квартире. Почему-то батареи не греют. Не знаю, очень холодно. И на улице, и в квартире очень. Конечно, есть. Вы довольны тем, как оно подойдет? Конечно, довольны. Ну, что так долго, пока заболел? Зачем же это? То есть, долго не включали? Расскажите. Конечно, долго. Ну, недели две не включали. Холод такой. А у вас уже есть тепло? Есть. Вы довольны тем, как оно подойдет? Нормально. Тепло? Тепло. Не горячее, но еще и на улице не мороз. Нормально. Да так, чуть не так, средненько. А что не так? Ну, тепленький только. Тепленький еще. Ну, потому что, наверное, это самое, еще пока не пора. Ну, не замерзай, короче говоря. У меня в комнате есть, а в ванной и в кухне нет. Почему-то? Не знаем. А вчера вообще не было. Вы считаете, это нормально? Ну, не нормально. Нет, у нас в субботу было тепло, а потом его почему-то отключили. А сейчас хоть в комнате есть. И за то спасибо. В отличие от азовчан, жители хутора Донского, Азовского района, не думают о наличии отопительного сезона. Отсутствие тепла, воды для этих людей после пережитого наводнения больше не кажутся проблемами. Три недели назад хуторяне оказались на грани жизни и смерти. Несмотря на стресс, никто не покинул Донской. Так они через час уже уезжать собираются. Они начат сегодня сюда. Короче, как освободитесь, так и это. Это первая одиссея в хутор Донской Азовского района. Три недели назад большая вода накрыла маленький остров с головой. О делах в Донском без слов рассказывает построенный до Великой Отечественной войны церковный мост, который еще 10 лет назад соединял две части хутора Донского. Если в 2000-х все было так печально, то что же после низовки? В Донском всего 16 домов. И в них продолжается жизнь. Все, что находилось, лес какой находился, столы какие стояли, заборчики где какие были, чистокольчики, все поуносило полностью. Крилец унесло, ни туалетом, ничего нет. Все, что можно было во дворе взять, даже это немыносимо. Нет хозяйства, бытовой техники, сырость в доме, которому нужен срочный ремонт. Казалось, все пропало, но жители Донского не теряют оптимизма. Ирине Федчук, в отличие от остальных хуторян, не положена компенсация за нанесенный ущерб. Мама Ирины, на которую оформлен дом, умерла. Да вот, смотрите, вот дубленки, вот сапоги теплые, литера, ну все, что хотите, все. Так аж мы попалили сколько, я же говорю. Ой, вот, пожалуйста, рубашки, ну все, что, я же говорю, это перепалили, потому что, ну сколько, куча была такая, что тут уже немыносимо было выносить. Куда? Туалета нет, ничего нет. Большая вода не пощадила дома Владимира Саенко. Вместо дощатого пола теперь земля. У Владимира двое маленьких детей. Малыши живут у соседей. У меня 4, ну всего вот как, с молодняком 4 головы скотины, вот, конь, куры, свиньи потопли. Ну как они, они у меня были в казанке, их посадил в лодку, но они поупрыгивали, и все. А течение огромное было. Такого, сколько я живу, да что тут я, тут люди по 80 лет живут, говорят, такого никогда не было. Пострадало хозяйство. Осталось всего несколько коров, корма для которых нет. Животные пасутся на воле. Компенсация 10 тысяч рублей, ее едва хватит на сено. Однако Владимир Саенко уверен, что сможет восстановить и дом, и хозяйство. Главное дело во время стихии он и его жена Валентина сделали, спасли детей. В день наводнения жизни этой семьи мало чем отличалось от героев фильмов «Катастроф». Мы собрались, а мы были в комнате, там на кровати с детьми стояли. Мы собрались, я уже приобрел, у меня ни комбинезона не было, ничего. Хотел выбивать окно, там лестница, там куры были на полах. Хотели и мы на полах лестни, потому что выхода не было. И вот спасибо Андрею, он там на берегу живет. Он приехал лодкой сюда с мотором, с женой и с сыном со своим. И вот они нас забрали, мы поехали в двухэтажную хату. Там дачники живут, она двухэтажная. Так нам пришлось выбить у них двери и зайти туда. И мы потом ездили глиссером, своим глиссером, сами русским мотором. И собирали полностью всех людей туда свозили. И стариков всех, потому что МЧСа там нигде не было. Сказали, у нас тонет когольник, вы залазьте на крышу и машите. Может вас будут проезжать и увидят. А куда проезжать? Тут все за плавой было забито. Да нет, даже если захотели, они к ней проехали сюда. Основные хлопоты жителей Донского – ремонт. Пока работы немного. Нужно, чтобы стены, полы, у кого они сохранились, высохли. И тогда, уверены хуторяне, можно постепенно забывать о последствиях стихии. Вот только что я сено куплю, вот это картошки, может, купим, муки, сахар. Потом все, вот мука, сахар было уже куплено в зиму. Все потопа полностью. Вообще все. На памяти старожил – это была самая сильная низовка. Дончан не страшит мысль о том, что стихия может повториться. Может быть еще сильнее. Никто не бросит свои дома. Вода дала, вода взяла. Так говорят жители маленьких островков Приазовья, с детства приучая переживать любые трудности. На большой магазинке ездили. А еще? И Денис, и я, и папа, и дядя. А потом? Потом низовка не было, и мы пешком домой шли. Что говорила вам? Текать будем в нашей комнате. Большая вода уже ушла три недели назад. И, в конце концов, до островов, до которых были вахарты водой, можно легко добраться. Но жители этих хуторов надолго запомнят низовку 2014. Анастасия Дичко, Александр Истомин, Хутор Донской, Азов. Все, кто может оказать поддержку семье жителя хутора Донского Владимира Саенко, просьба позвонить по телефону 8 908 170 29 41. Сегодня в зале отеля «Амакс» прошло заседание Совета директоров. Подробности в следующем сюжете. Сегодня в отеле «Амакс» состоялось заседание Совета директоров. Эта встреча была своего рода подведением итогов уходящего 2014 года. Прозвучала информация о том, что индекс промышленного производства снизился по сравнению с 2013 годом. Также увеличился процент безработицы. Необходимо принимать меры для улучшения экономического и инвестиционного климата. Тем более, что в прошлом году «Азов» стал обладателем гранта в размере 4 млн. рублей. Именно благодаря своим перспективным показателям в сфере производства. Также прозвучало предложение провести опрос населения и узнать, какие виды услуг должны быть представлены в секторе потребительского рынка. Татьяна Ивашенко, Александр Истомин, Наталья Пославская, Азов.Инфо. В Азове совершена серия квартирных краж. Очередное преступление произошло накануне в доме по перелку безымянным 12. Ущерб почти 90 тысяч рублей. Подробности по телефону прокомментировал начальник полиции общественной безопасности Виктор Арабенко. Прошла квартирная кража, в ходе которой подбором ключа неизвестные лица проникли в квартиру, похитили денежные средства, порядка 40 тысяч, 37 тысяч, и денежные средства из золота. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в ГУВД Ростовской области выявили факт незаконного использования товарного знака известного спортивного бренда в одном из магазинов Азова. Возбуждено уголовное дело, установлено, что преступление совершено 26-летним жителям города Липецка. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. И это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Кул Шоу и Пятый Констант